Вы написали, что останется Московия и нищая средняя полоса под управлением Пригожинского Талибана. То есть, правильно я понимаю, что вы ставите ставки на то, что Верх все-таки возьмет Пригожин, и он выиграет эту войну в Российской Федерации, либо мы неправильно трактуем? Смотрите, я вот, если смотреть, вот если все будет идти так, как оно идет, а идет все печально для Путина, то оно, конечно, Пригожин, естественно, возьмет власть, потому что ему никакого сопротивления не оказывает. Но, согласитесь, совершенно же логично искренить проблему на стадии ее зарождения. То есть, чем ближе он придвигается к Москве, тем серьезнее его угроза, и чем выше вероятность, что все побегут силовики. То есть, смотрите, есть там, давайте просто возьмем, кто есть, там, ГУВД, да, Министерство внутренних дел, ну, какие-то менты. Никто из них никогда не выйдет на борьбу с вагнеровцами, потому что это люди, которые умеют только крошевать, воровать и бить несчастных оппозиционеров, да, избивать и бабушек, и, там, студентов. Это все отметаем. Потом есть ФСБшники. Да, у них там есть какие-то внутри их подразделения. Я не думаю, что они пойдут бороться с вагнеровцами, потому что, ой, это люди, это миллионеры, мультимиллионеры, миллиардеры. Ну, да, и, как бы, они не захотят точно за что, главное, непонятно за что. Эти, скорее всего, сбегут у них там есть куда. Потом есть путинское ФСУ. Это будет его, наверное, охранять, да, все-таки Путин, там, не знаю, кого-нибудь еще, может быть, еще каких-то его там сеченных и так далее. Кто у нас еще остается? Росгвардия. Ну, Росгвардия, это еще хуже, чем менты, вот. Вот есть, вот видите, вооруженные касками следаки ГСУ, вот они, да. Поэтому, в принципе, на самом деле, Путин, как неумный человек, я это повторяла давно и повторю, он не понимает, как действовать, да, потому что он привык, что ему просто, поскольку он никогда не сталкивался с такими серьезными проблемами, потому что ему все время все врут, он живет в своем мире, он считает, что он действительно такой, очень, там, не знаю, всесильный, всемогущий, все там ему преклоняются перед ним, а когда возникает реальная проблема, он просто не знает, как с ней сталкивать, решать ее, да. Поэтому, да, я считаю, что развал России очень реален, именно потому что ему, Путину придется стягивать, ну, хоть каких-то силовиков, да, в Москву для того, чтобы защищать себя там и, я не знаю, что еще. И эти регионы останутся голыми, там не будет никакой, да, никаких силовиков. Соответственно, у власти там на местах будет большой выбор стоять, что делать, ждать, пока, значит, придет Пригожин и использует кувалду, да, или объявить о независимости, о выходе. Я не знаю, что, я не очень понимаю, ну, как бы, какие там у всех мысли на этот счет, но совершенно очевидно, что Москва уже не является, если вот Пригожин сейчас туда дойдет, Москва больше не будет являться тем центром, который, как бы, центром финансовой силы, стабильности, независимости, центр, да, там, с которым ведут переговоры, ну, то есть, это просто кошмар. Вы имеете в виду, потеряет сакральный статус Москва? Ну, и сакральный, и физический, ну, слушайте, если в Москве начнутся бои с вагнеровцами, ну, кому такая Москва вообще нужна? Вот, как бы, это, смотрите, уже вчера все, значит, котировки российских компаний на бирже попадали, да, а что будет, а что будет в понедельник? Ну, ладно, там объявили нерабочий день, но все равно рынки откроются. Это же просто кошмар. Потом, сейчас я смотрю, пишут важные истории, это, ну, серьезное издание проверено, они пишут со ссылкой, они там отслеживают самолеты, уже олигархи полетели из России, да, кто в Баку, кто в Турцию. Да, крысы бегут с корабля. Кстати, вы знаете, единственное место, вот, откуда Владимира Путина, где его ждут, и откуда его не выдадут, и где его не прибьют, какие-нибудь там скрытые наемники, это ГАГа. Поэтому Владимира Путина, если он захочет сбежать, реально, есть только одно место, ну, безопасное, в смысле, что его там не убьют, это ГАГа. И, кстати, про Талибан, да, вот, на самом деле, вот то, что делает Пригожин, это очень-очень похоже, если вы вспомните, на то, что было в 2021 году, когда Талибан пошел внезапно, да, то есть вот, как бы, ничего не предвещало, и они пошли на Кабул. И Кабул пал в течение, сколько там, по-моему, меньше, две недели, три недели, хотя американские спецслужбы предсказали, что это будет там еще несколько месяцев, а они просто прошли, им никто не оказал сопротивления. Вот, оружие они уже давно все забрали, ну, понятно, что там была американская сторона, это в этом плане это некорректно сравнивать, но если сравнивать вот саму суть вот этого формирования Пригожинского, да, их методы и то, как они идут, как они движутся, это Талибан. И более того, я вам скажу, что если Пригожин захватит власть, в России будет точно такой же Талибан, когда будут там расстреливать на площадях и так далее, потому что Пригожин это вот такой человек. Я думаю, что и при Путине, честно говоря, если он останется у власти, все быстро очень придет к тому, что будут расстреливать на площадях, поэтому как бы оба хуже, в России ничего хорошего не будет. Украинцам могу сказать только, надеюсь, что воспользуетесь возможностью разобьете этих расистов на военном фронте, а дальше придется готовиться к тому, что никуда не денется, что там останется, не знаю, Московия, Россия или так далее, но это будет нечто ужасное, которое никогда ни во что не превратится нормально, к сожалению, потому что там выбор всегда стоит между Путиным и Пригожиным. Вот и все. Продолжение следует...